Здравствуйте! С вами Америка I Love You. Когда я делала видео о Старой Риге, я заведомо оставила несколько улиц и мест, которые я хочу показать отдельно. Вот мы с вами находимся на улице Смешу. В переводе это означает «песчаная», «песочная». В советские времена я работала как раз на этой улице. Здесь было Министерство торговли, в здании которым потом находилось посольство России. Я там даже визу делала. Сейчас там, правда, ничего нет, идет ремонт. Вот по правой стороне это здание в конце. Длина улицы Смешу составляет всего 280 метров. Однако на протяжении нескольких сотен лет она была важнейшей и самой широкой улицы Риги, причем с оживленным движением. А вот смотрите, как выглядела эта улица. В исторических источниках эта улица впервые упоминается в XIV веке. Таким образом, можно сказать, что уже 700 лет эта улица не меняла свое название. Что для Риги, где власть менялась как времена года, большая редкость. Улицу Песочную действительно в те далекие времена покрывал песок. Не для красоты, а сугубо из практических соображений. Когда в телегах с Домской площади везли казненных, сточившаяся кровь легко впитывалась в песок. Есть даже жутковатая легенда о том, что по этой дороге возили телеги с трупами казненных людей. А чтобы избавиться от крови, проезжую часть посыпали песком. Ну, это легенда. И кто знает, может, название связано еще и с тем, что дельту реки Риги обрамляли протяженные песчаные дюмы. А вот на этой фотографии вы можете видеть, что здесь даже ходил трамвай с 1901 года до Первой мировой войны. А вот посмотрите еще какое интересное фото мне попалось из Латвийского национального архива. Вот мы с вами здесь стоим как раз на Смилшу и смотрим на Домскую площадь. Это фото 1910 года. И вы как раз видите, что здесь действительно ходил трамвай. В 20-е и 30-е годы эта улица была очень важной. Здесь располагались кредитные учреждения, банки, судосберегательные товарищества, страховые фирмы и агентства, торговые и промышленные предприятия, а также представительства зарубежных фирм. И поэтому именно здесь решили построить министерство финансов. Его строили с 1937 по 1940 годы. Причем в его подвалах было сделано и бомбоубежище, и газоубежище. Здание министерства финансов было так сделано, что через него проходила сеть коридоров, позволяющая пройти через весь квартал. А вот это один из очень редких снимков, где вы можете увидеть женщину с факелом в руках. Это скульптура работы Августа Фольца на доме купца Боброва. Но об этом доме я чуть позже поговорю. А сейчас я хочу именно об этой скульптуре. Этот снимок был сделан в 30-е годы, когда шло строительство вот этого министерства финансов, прямо со строительных весов. Эта скульптура – носительница света, чем-то похожа на знаменитую на весь мир американскую статую свободы. Она также изображает женщину с факелом в руке. Поскольку дом был построен в 1902 году, к факелу было подведено электричество. Она светилась по ночам. Скульптуру эту окутывает завеса таинственности, поскольку до конца так и не ясно, когда она была установлена и в какой момент она исчезла. Предполагается, что была она установлена сразу же после строительства здания купца Боброва, а пропала во время Второй мировой войны. Во времена немецкой оккупации тщательно следили за тем, чтобы никто не сигналил врагу в темноте, не включал бы свет в комнату. Поэтому, возможно, светящийся факел послужил поводом, чтобы убрать скульптуру. Ну, это только предположение. Но во всяком случае, после восстановления здания, четырехметровая скульптура так и не вернулась на свое прежнее место. А теперь давайте вернемся к дому купца Боброва. Интересный был он человек, но я не буду занимать ваше внимание и рассказывать его биографию. Меня больше привлекает архитектура и события. Скажу только, что Илья Бобров приехал в Ригу еще в юношеском возрасте. И благодаря своим способностям в торговом ремесле он стал очень известным русским купцом в Латвии. Так вот, дом купца Боброва – это настоящий шедевр югенстиля. В его доме, на котором и была эта женская скульптура, которую я вам показывала с факелом, вы можете увидеть русские черты. Вот эти две маски на уровне второго этажа сильно напоминают русских былинных богатырей в шлемах и с вьющейся бородой, а между ними крылатый хирургим. Чудом также сохранились две женские фигуры по краям небольшого балкона. Скульптура слева символизирует Европу, а та, что справа – это Азия. В руках у девушек лавровый венок – символ победы. Сейчас в доме купца Боброва на углу Алдору и Смилшу расположены офисы и посольства. На крыше здания есть новая терраса, где открывается романтический вид на крыши соседних домов. А вот скульптуры девушки с факелом в руках действительно не хватает. Только постамент сиротливо торчит посреди крыши. Остается надеяться, что этот шедевр когда-то вернется на свое место. Давайте мы сейчас обогнем это здание и пройдем по перпендикулярной улице Алдору до Шведских ворот. На этой улице вы видите кофеюшки. В Риге очень популярны разные маленькие кофеюшки. Вот мы и подошли к шведским воротам. Кстати, это единственные сохранившиеся в Риге в первозданном виде крепостные ворота. Они были прорублены в 1698 году прямо сквозь дом и крепостную стену. Потому что город рос, население росло. И вот в проеме, где вы видите желтое здание, там другая улица, были построены казармы для солдат. Вот и прорубили шведские ворота, чтобы как-то соединить эти улицы, а не делать большой крюк. Шведскими, или еще их называют львиными воротами, назывались потому, что были сооружены в шведские времена. А львиная морда над аркой символизировала могущество Швеции. Обратите внимание, что слева от таблички с названием улицы «тропшми». В переводе с латышского это значит «шумная». Сохранилась петля, на которой держали крепостные ворота. Нет старинных мест без легенды. Вот и у шведских стен тоже есть мистическая и довольно мрачная история. Когда-то одна юная девушка сбегала по ночам через ворота, чтобы увидеться со своим возлюбленным, шведским солдатом. А когда она заговорила с ним о свадьбе, он испугался и предал ее. Девушка предстала перед гадким судом, и в наказание за запретную любовь была замурована в стене. С тех пор в проеме по ночам слышен девичий плач и хохот подлого солдата. Эта улица «тропшми» – шумная, самая узкая улица в старом городе. Когда-то здесь жили кузнецы, поэтому она и получила название «шумная». А сейчас нужно сказать, что такое название ей совершенно не соответствует, так как это одна из самых тихих и романтичных улиц и оживает лишь тогда, когда появляются туристы. Мы можем увидеть остатки крепостной стены. Эти городские укрепления были отреставрированы частично, и темно-красные кирпичные стены выглядят внушительно и сурово. А теперь пройдем через шведские ворота, и вы видите самое длинное здание в Риге. Это Яковлевские казармы, которые появились во второй половине XVIII века. Сначала здесь были казармы для шведских вояк, позже – для расквартирования русских солдат. Название это они получили от Яковлевского бастиона, которые находились рядом. Здесь успели побывать разные организации. В настоящее время они принадлежат коммерческим структурам. Здесь разные магазины, салоны красоты, отделения банков, а также несколько очень уютных кафе, в которых можно приятно провести время за чашечкой кофе. Сейчас мы переместились в район, где я жила у своей сестры. Это очень удобный район. Это Пурсенс. Он близко находится от центра Риги. Вот здесь, смотрите, магазин Рими. Ну, или его часто называют Минск, по-прежнему. А я вот проехала две остановочки и подъехала, чтобы увидеть своего бывшего мужа. Я думаю, они меня встретят. Спасибо. Меня уже встретили. Не надо, пожалуйста, кафе. Давай встретимся, поговорим. Да ладно уж ты. Красота. А, никуда она спряталась мне. Давай, взевайся. Сейчас самое главное, сейчас самое главное ручки помыть. Иди, иди, иди. Давай, вздевайся. Вот там тебе полотенце надели на них. С хорошей тапки. Такие шикарные, Елена, вообще. Да, у меня на подруге. Вот, вообще, такие шикарные. Смотри, у меня оба покажут. Я на подруге вообще не снимаю. Ну, что ты делаешь? Нет? Так у вас было это? Да. Здесь же обычный туалет. Да, я говорю, нет. Это гостевой туалет. А я, значит, сижу шикарный, что вам. Так, куда они садятся, без разницы? Любой. Кружка конечка. Тихоньку, хотя бы, хотя бы для детей. Ну, вот чуть-чуть, вот, колечку. Вот, колечку, я где-то снимаю. Здесь же, колечку, да. Меня мои подписчики, которые когда-то жили в Латвии, попросили показать привокзальную площадь. Кругом идет реконструкция. А если мы с вами идем от вокзала, то вот слева вы видите кафе, дабл кофе, лидо. Ага, вот часы наверх, да, часы наверху. На углу там ориго. А вот здесь частные такси. Вот прямо вы видите улицу Меркеля. Я сейчас туда перейду и покажу вам. Да, вот я стою. Это улица Меркеля. Она название не поменяла. А вот если вы пройдете сюда, прямо, то это уже будет улица Мариас, которая переходит в улицу Чака. Раньше это была улица Суворова. Я вам обещала показать, как будет выглядеть вокзал. Вот я исполняю то, что обещала. Вот эти снимки о реконструкции Рижского центрального железнодорожного вокзала я нашла на государственном сайте. И я оставлю ссылку в описании, где вы можете сами это посмотреть. Когда я приезжаю в Ривус, я очень люблю посещать армянский ресторан Еребуни. Сегодня я иду в ресторан со своими родными и родственниками. Мы взяли на прокат машинку. Вот такую вот. Сейчас с семьей поедем в ресторанчик. Этот ресторан окружен живописными садовыми деревьями, цветами и фонтанами. Это можно сказать не ресторан, а настоящий маленький городок. Здесь разнообразная и очень вкусная кухня. А главное, вы можете посидеть в отдельном доме и не мешать никому, а наслаждаться своей компанией. Здесь вы можете насладиться, как армянскими блюдами, кстати, приготовленными на открытом огне. Так выбрать европейскую кухню. У них здесь более 20 видов шашлыков и широкий выбор, как вторых блюд, супов, салатов, также и десертов. И порции, кстати, здесь очень большие. И не забудьте, здесь настоящее армянское гостеприимство. Я с огромной радостью всегда возвращаюсь сюда. Не для рекламы, а просто, чтобы вы знали на случай, когда вы будете в Риге, что домики эти для компаний до 20 человек есть здесь банкетные залы до 70 человек. Здесь большая бесплатная парковка. И вы можете заказать даже еду на доме. Правда, свет тут не очень. Ну, может быть, есть еще свет больше? Нету, да? Вот так и все. А это я. А это я. А это я. А слушай, тут эти еди там есть, оказывается. Ага. А так, что мы заказали? Лаваш. Тарелочка у нас была. Тут подвели маленько рыбное. Потом баклажанчики. И язычок. А горячее каждый возьмет себе. Ну, вино, конечно. Как без вина. Так, иду-ка я погуляю, покажу, что у нас здесь происходит. Такой здесь ресторан интересный. Привет. 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 И меня уже снимаешь? Конечно, мы все снимаемся. Да не волнуйся. Вот мы с тобой будем. Могать. Вот все вместе мы приехали. Как же, мы сегодня отвечаем родной. Так что, пойдемте. Вот номер 13. Мы уже там стали есть. Все какие-то сказали, кушать не хотим, а голодные. Но все есть. Мы пока взяли рыбную тарелочку. Балык или там лосось, не знаю. Потом баклажанчики. И язык. А горячее вы сами будете, что хотите. Давайте. Давайте, давайте. Мы проходим. Все, все тут выходят. Давно не виделись. Сейчас Галя, подожди, выйдет еще. Мы вас разъединили. Тут мужчины у нас. Садись, Саша, туда. Добрый вечер. Добрый вечер. Что мы с шашлуками делаем? Шашлуками мы заказываем. Какие? Каждое свое. Каждое свое. Саша, она вас снимает. Влезем, влезем. Два лысеньких. Да. Да, давайте мы выпьем до наших встреч. За тех, кто жил когда-то в Риге. За всех пришедших в этот зал. За тех, кто жил костры Олигу. Кто в парке Кировском гулял. На постелке целовался. Давайте-ка мы портфель мои покажем. Индейка. Шашлык из индейки. Шашлык из индейки. Так. Володя, у тебя лосось. Стейк из лосося. Стейк из лосося. У Светочки тоже стейк из лосося. Стейк из лосося. Отлично. Мы показываем, что мы кушаем, да? Это ягненок. Вот у меня шашлык. Ягненок. Так, у нас здесь тоже ягненок, да? Да. Да. У нас у всех ягненок. У тебя ягненок, да? Да, да, да. Только у нас в голове рыска. Да. У нас единоличница только горятна. Очень вкусно. Очень вкусно. Шикарно. Вот так вот. Это вкусно, да? Вкусно, вкусно. Как тебе, Баранинка? Мне нравится. Ягненочек. Да. Вот у меня лично все. У меня все. Это невозможно, да? А теперь и потом подумайте насчет десерта. Он, может, и там какая-нибудь. Лариса, большое спасибо. Я очень рада. Такая вкусняшка. А на сейчас короткий маленький анекдот. Лечи подобное. Подобное. Хочешь забыть старые ошибки? На вариации новых.